Великобритания, Дания и Бельгия обещали предоставить свои транспортные самолёты в распоряжении Франции, которая перебрасывает в Мали 2500 своих солдат. Тем самым Евросоюз демонстрирует единство рядов накануне встречи в Брюсселе своих министров иностранных дел, посвящённой малийскому кризису. Это явствует из слов бельгийского министра. «Мы хотим работать вместе, причём поддерживая не только Францию, но и международную операцию», сказал Дидье Рейндерс. «Надеюсь, она начнётся как можно скорее». Евросоюз решил направить в Мали лишь своих инструкторов. Верховный комиссар по внешней политике и безопасности сказала Европарламенту в Страсбурге, что в поддержке нуждается малийская армия. «Нам приходится действовать быстрее», сказала баронесса Эштон. «Мы хотим начать миссию подготовки военных раньше, чем планировалось, ведь обстоятельства изменились». Французский депутат напомнил главе европейской дипломатии, что в боевых действиях в Мали предполагается участие только солдат из его страны. «Госпожа Эштон, вы сказали «мы», «мы» обеспокоены. Все европейцы говорят «мы», но в деле участвуют только французские солдаты», указал Даниэль Конбендит. «Французам говорят, мы вам предоставим медсестёр, а вы идите убивайте в Мали». Своих медсестёр, а также материально-техническую поддержку обещала Германия. Но непосредственные удары по исламистам, противостоящим Малийской правительственной армии, наносит пока только французская авиация.